Итак, мои дорогие друзья, всем большой привет! На связи, как всегда, ваш преподаватель ЕГЭ по английскому языку Шелин Келли. В этом ролике я вам расскажу обо всех временах, которые необходимы для ЕГЭ по английскому языку. Мы с вами рассмотрим их случай употребления, также закрепим с вами это на примерах употребления. И благодаря этому короткому ролику вы уже сможете узнать абсолютно все времена, которые нам необходимы для экзамена по английскому языку. Но для начала я приглашаю вас в свой телеграм-канал, в котором вы сможете найти кладезь полезных материалов. В закрепленном сообщении моего телеграм-канала вы сможете скачать все материалы, скачать все дополнительные файлы и также получать регулярный контент, который я публикую в канале. Поэтому сканируйте здесь QR-код, либо же переходите по ссылке в описании к этому ролику и следите за обновлениями в моем телеграм-канале. Ну и давайте перейдем к нашей теме. Тут маленький дисклеймер, важные моменты по тому, что дальше я буду рассказывать, но чтобы для понимания. У нас в английском языке существует такая штука, как контекст и тот смысл, который хочет донести автор того или иного предложения. Поэтому, когда мы с вами будем в дальнейшем рассматривать случай употребления тех или иных времен, это все будет нашей базой. Понятное дело, что бывают какие-то тонкие случаи, в которых у нас будет ставиться другое время, но мы рассматриваем с вами все в рамках нашего экзамена по английскому языку. Поэтому тут в зависимости от контекста времена могут меняться, но я вам рассказываю о том, как это принято в рамках ЕГЭ по английскому языку. Далее, когда мы с вами говорим про задание 19-24, то там ключевую роль чаще всего играют именно слова-маркеры. Хоть я их и не очень люблю, хоть я их и не уважаю, потому что это именно те слова, которые нам наоборот могут немного исказить смысл. Плюс ко всему у нас бывают слова-маркеры, которые используются в нескольких временах сразу же, поэтому исключительно на них ориентироваться не стоит. Да, на них стоит обращать внимание, но также нужно смотреть на весь контекст и понимать смысл предложения. Все, дисклеймеры закончились, теперь предлагаю переходить к нашему разбору. Мы начинаем с вами со времени present simple, это наша с вами база, это наша с вами основа. Мы с самого начала, когда изучаем с вами английский язык, разбираемся именно с этим временем. Почему? Потому что благодаря нему мы с вами говорим про обыденные действия, мы говорим с вами про факты, и мы говорим с вами про то, что у нас никогда не меняется. Например, у нас здесь первый пункт, это общепринятое утверждение. Например, сказав о том, что Том Холланд красавчик, вы говорите факты, вы фактите. Получается, Tom Holland is a handsome man, это факт в настоящем. Тут у нас есть немного пример похуже, но тоже наглядный. It is a big house, это большой дом. Вот я смотрю на дом, и я понимаю, что это фактическая информация, никак ее провернуть не могу. Далее, регулярные действия, значит, у меня регулярно происходят какие-либо действия. Например, каждую неделю, каждые выходные, каждый месяц, каждый год. В данном случае у нас происходит что-то каждое воскресенье. Затем, когда мы говорим про непреложную истину и законы природы, мы также с вами используем present simple, потому что здесь у нас идет так же, как и факты. То есть, это что-то, что у меня никак не поменяется, это научные данные. Земля крутится вокруг солнца. Когда я говорю про расписание и про даты, например, расписание занятий, расписание отхода поездов, точная дата начала того или иного фильма, это у меня все будет так же в present simple. Почему? Потому что у меня есть здесь определенная закономерность, что вот каждый день, например, электричка отходит в это время. Это у меня регулярное действие. Здесь у меня the meeting starts at 4 p.m. В 4 часа начинается собрание. Последний пункт, это действие в будущем, когда у меня идет предаточное предложение. Посмотрите вот здесь на пятое предложение, и мы видим с вами вот в этой части future simple, I'll call you, а затем у нас идет when I come home. Вот здесь у меня предаточное предложение, и мое предаточное времени в данном случае, оно у меня будет стоять в present simple. Поговорим также о том, как у меня образуется вообще моя базовая формула времени present simple. У меня будет идти subject, если мы говорим про утвердительное предложение, после которого у меня идет глагол в первой форме, и если у меня подлежащее во множественном числе, то я ставлю его в первую форму без изменений, если у меня подлежащее в единственном числе, ток моей первой форме глагола добавляется окончанием s. Тут также это все зависит и от местоимения, если местоимения you, we, they и I, то это у меня глагол в первой форме, если местоимение he, she, it, то это глагол с окончанием s. Если это отрицательное предложение, У нас появляется вспомогательный глагол do, does. Ситуация та же самая с окончанием s. Он у нас идет по такому же принципу, как и смысловой глагол с окончанием s. Здесь мы с вами будем добавлять после этого вспомогательного глагола отрицание. И затем у нас будет смысловой глагол в первой форме. Перед этим будет стоять подлежащее. В вопросительных предложениях у нас просто наш вспомогательный глагол выходит на первое место. Здесь будет do, либо же does. После которого пойдет subject и смысловой глагол в первой форме. И дальнейшие части предложения, вопросительный знак в конце Далее, давайте посмотрим на present continuous Сразу давайте обговорю также по формуле образования Мы здесь сначала ставим с вами subject в утвердительном предложении После которого идет глагол to be в необходимой для него форме У нас существует три формы глаголов to be Это глаголы am, is, либо же глагол are После которого у нас идет смысловой глагол с окончанием ing Вдруг не понимаете, что такое смысловой глагол Вот здесь в примерах to cook это готовить Смысл у меня в этом глаголе есть То есть само действие To leave, это жить To meet, встречаться с кем-то To get, получать что-то To ask, это спрашивать Получается, это сам смысловой глагол В котором у меня показано действие Которое у меня выполняется тем или иным предметом В отрицании у меня просто после моего глагола to be добавляется not Добавляется само отрицание В вопросительных предложениях у меня глагол to be в его необходимой форме Выносится на первое место После него идет subject И затем смысловой глагол с окончанием ing На всякий случай глагол am у меня ставится с местоимением i А глагол is у меня работает с местоимениями he, she, it Либо же подлежащим в единственном числе глагол are Со всеми остальными местоимениями Либо же с подлежащим во множественном числе Итак, по случаям употребления времени present continuous Мы используем его с вами, когда у меня происходит действие в момент речи То есть когда я разговариваю, у меня что-то прямо сейчас происходит Например, I'm cooking at the moment Вот я прямо сейчас это говорю о том, что я в данный момент что-то готовлю Либо же I'm speaking right now I'm listening to music I'm recording this video Я прямо сейчас в моменте моего монолога озвучиваю, что же я параллельно еще делаю Далее, временные действия Временные действия показывают у нас действия, которые происходят у меня на определенном промежутке времени Например, she's living with her parents this week У меня вот здесь есть мой неоконченный период времени Это неделя И она прямо на этой неделе проживает со своими родителями Неделя закончится, она от них уедет И это у меня временное действие, которое у меня показывает, во-первых, длительность Плюс ко всему, что у меня это закончится по истечению этого временного промежутка Третий пункт это планы на ближайшее будущее Здесь у нас акцент делается на том, что у меня есть четкая договоренность У меня уже распланированы какие-то действия Возможно, я заранее приобрела билеты куда-то Либо же у меня есть, не знаю, бронь в ресторане И я 100%, ну даже 99% я вечером куда-то отправлюсь У меня есть договоренность, у меня такие планы Я это не только-только решила в момент моей речи У меня это давным-давно уже спланировано Например, I'm meeting Kitty in the evening Я встречаюсь с Китти вечером Четвертый пункт Это тенденции, тренды, развивающиеся действия Здесь мы говорим с вами о том, что у нас может какая-то быть тенденция Например, в изменении популярности какого-то предмета Может быть это изменение тенденции в плане улучшения ваших навыков Как здесь пример У тебя английский становится все лучше и лучше И ты все прекраснее и прекраснее начинаешь говорить на нем И это у меня действие происходит прямо сейчас Да, он у меня улучшается постепенно Он будет продолжать улучшаться И это у нас развивающиеся действия Последний, наверное, самый забавный пункт Это через present continuous мы показываем с вами раздражение Либо же гнев по поводу какой-то ситуации Например, вот меня бесит Джонни из-за того, что он постоянно задает тупые вопросы И мы так и говорим Он постоянно это делает и меня это бесит У меня здесь чаще всего будут использоваться такие маркеры Как always, constantly, all the time и так далее И это прям протягивается в произношении Мы говорим Он постоянно это делает и меня это бесит Третье время, которое мы с вами рассмотрим Это время present perfect Оно по образованию у нас выглядит следующим образом В утвердительном предложении сначала идет подлежащее После которого идет глагол have, либо же has Тут та же самая аналогия, как и у нас было с глаголами do, does То есть как do и does Поэтому выбираем по той же аналогии После этого мы ставим с вами смысловой глагол в третьей форме Если он неправильный И если глагол правильный, то у меня ставится глагол с окончанием ed В отрицательных предложениях у меня идет после глагола have, либо же has Отрицание через not Вопросительное предложение у меня будет начинаться с моего вспомогательного глагола Это have, либо же has Потом будет подлежащее И затем смысловой глагол в третьей форме, либо же с окончанием ed Тут давайте смотреть на случай употребления Что вообще такое present perfect? Это настоящее совершенное время В котором мы показываем чаще всего акцент на то, что у меня какое-либо действие имеет эффект на настоящее Но оно, например, было выполнено в прошлом И вот первый случай как раз-таки у нас идет в значении результата Совершенное действие Результат у меня имеет влияние на настоящее Например I have already seen this movie Вот этот фильм я уже видела Я уже имею своеобразный опыт У меня уже есть результат того, что я знаю сюжет Я знаю, что там будет происходить в этом кино И следовательно, мне не нужно его второй раз смотреть Но главное Я не указываю здесь точную дату, когда я смотрела этот фильм У меня здесь просто показан результат Я просто говорю Да, я смотрела его I have seen it Я его уже видела Если вы в данном случае добавите yesterday Если вы скажете, что это произошло вчера То в данном случае вы уже показываете, что это действие у вас имеет не результат на настоящее А просто вы указываете, когда вы это действие выполнили Например I saw this movie yesterday Вот здесь у меня уже будет использоваться past simple Об этом мы еще с вами подробно поговорим Present perfect у нас используется, когда мы говорим про незаконченный период времени Что в себе подразумевает этот незаконченный период времени Это значит, что мы говорим про сегодня Сегодня у нас еще не закончилось Оно до сих пор идет Это неделя Этот месяц Этот год Этот век Это незаконченный период времени Это лето Это осень Это весна И так далее То есть, когда мы говорим про временной промежуток В котором мы прямо сейчас находимся Это незаконченный период времени Также Моя жизнь Это незаконченный период времени Поэтому, когда вы говорите про свой опыт Про результат того, что вы выполнили за свою жизнь Вы также будете использовать present perfect Вот здесь в примере мы видим, что человек говорит про сегодняшний день Today he has visited two galleries so far За сегодня он посетил целых две галереи Мы говорим о том, что это произошло, да, сегодня Возможно, пара часов назад Но я не говорю, что это было пара часов назад Я показываю лишь результат на сегодняшний день Что за сегодня у него уже в копилочке две галереи Возможно, он посетит еще одну И будет today he has visited three galleries so far Поэтому тут мы видим именно акцент на том, что у нас не завершенный период времени А поскольку это у меня настоящее Ну, я там past simple поставить не могу Это все еще present perfect Но present perfect это настоящее совершенное Значит, в настоящем какое-то действие уже совершилось Далее, третий пункт Действие продолжается в настоящем Получается, у меня какое-то действие Оно началось раньше, но до сих пор продолжается Например He has lived in Moscow for 20 years Он уже 20 лет проживает в Москве Вот он 20 лет назад приехал в эту Москву Начал там жить И это действие до сих пор продолжается Вот мы с вами здесь И он все еще 20 лет живет в этой Москве У вас, возможно, появится вопрос А почему здесь стоит present perfect? Если у меня жизнь, это длительный процесс Почему здесь не стоит present perfect continuous? Вот это то, о чем я вам говорила в самом начале Что у нас в том или ином предложении Разный акцент может быть Тут у нас в данном случае present perfect и present perfect continuous Они взаимозаменяемы Если вы поставите has lived Либо же has been living Оба предложения корректны и имеют абсолютно одинаковый контекст Поскольку глагол целиво уже в себе имеет значение длительного действия Мы не можем одну секундочку жить Поэтому целиво может использоваться как в present perfect Так и present perfect continuous в одинаковом значении Четвертый случай употребления Описание событий недавнего прошлого Тут мы с вами не говорим конкретно, когда что-то произошло То есть я не указываю вчера это было, позавчера это было, на прошлой неделе Нет, у меня не указывается точная дата в прошлом Я просто говорю о том, что это было recently He has come back recently Недавно Да, в прошлом Но я не говорю когда Поэтому у меня это такое недавнее прошлое Без указания на точную дату И последний пункт Когда вы говорите о том, что у вас происходит что-то в первый, второй, в третий раз в вашей жизни А ваша жизнь это незавершенный период времени Напоминаю вам об этом Мы также используем present perfect Например It's the second time I've ever eaten Chinese food Вот я уже второй раз за всю жизнь пробую китайскую еду Получается, я здесь также говорю про свой опыт О том, сколько раз я что-либо сделал И, соответственно, указываю это через present perfect Следующее время Последнее из времен present Это present perfect continuous О котором мы с вами немного косвенно поговорили в третьем пункте нашего present perfect Тут мы с вами сразу же можем увидеть первый пункт, который у нас перекликается с третьим пунктом из present perfect Это когда у меня действие продолжается в настоящем Например Он на протяжении пяти часов красит стены в доме Получается, он пять часов это делает и до сих пор продолжает Уже у меня есть акцент на длительность в первую очередь И плюс ко всему на то, что у меня действие продолжается в данный момент Он уже пять часов это делает Плюс ко всему мы можем использовать present perfect continuous Когда мое действие недавно прекратилось Вот видим, что у меня это все перекликается вот тут Недавно завершилось какое-то действие И мы видим прямо сейчас результат на глаза Результат на лицо Посмотрите на предложение Посмотрите на ее глаза Я уверен, что она плакала Вот буквально совершенно недавно она закончила рыдать в подушку И получается, я вижу результат на лицо У нее прямо сейчас красные глаза Я понимаю, что она совершенно недавно закончила плакать И я говорю Это что, плакала? А у тебя глаза красные Результат на лицо Как у меня формируется время present perfect continuous В утвердительном предложении я ставлю subject К которому я добавляю глагол have либо же has По той же аналогии, что у нас было до этого Ничего не меняется Потом у меня всегда будет стоять глагол been Это глагол тебе просто в третьей форме К которому я добавляю смысловой глагол с окончанием ing В отрицании у меня будет это отрицание добавляться после глагола have либо же has Затем в опросительном предложении у меня have меняется местами с subject Поэтому он у меня будет выходить на первое место Вот и все По образованию все супер легко Далее мы говорим с вами про прошедшие времена Вот здесь уже все намного интереснее Потому что первое время это past simple Это простое прошедшее время Мы сначала ставим подлежащее в утвердительном предложении Затем мы ставим с вами глагол во второй форме Либо же глагол с окончанием иди Если он у меня правильный Тут необходимо, да, обязательно все неправильные глаголы знать Потому что они чаще всего у нас встречаются в английском языке Затем в отрицании у нас появляется с вами вспомогательный глагол did Он у нас для всех подлежащих будет одинаковый Никак он по форме меняться не будет После глагола did у меня появляется мое отрицание Это not И затем глагол смысловой будет в первой форме В опросительном предложении Мой вспомогательный глагол did выходит на первое место Затем идет подлежащее Затем идет смысловой глагол в первой форме Как у меня по случаям употребления Past simple Что здесь у нас встречается? Первое это какой-то факт в прошлом Вот мы сразу же давайте с вами ассоциировать это с present simple В present simple у меня идут факты в настоящем Какие-то непреложные истины Здесь у меня то же самое, только факт в прошлом Например John cut his finger last week У меня есть прям завершенный период времени на прошлой неделе Уже не прошлой неделе, сейчас уже другая неделя Получается я смело могу здесь поставить прошедшее время Потому что период времени, все, он в прошлом И он на прошлой неделе порезал свой палец Второй случай Это регулярные действия в прошлом То же самое, что и с present simple Только в прошедшем Например He always bought newspapers on Sunday Он всегда в воскресенье покупал газеты Сейчас он этого не делает В данном случае мы можем с вами буквально взять И заменить вот эти регулярные действия И также привычки в прошлом На конструкцию used to He used to buy newspapers on Sunday for instance Тут мы с вами как раз таки видим Почему же я являюсь хейтером слов-маркеров Ну потому что always для некоторых ребят Это стопроцентный показатель только времени present simple Однако мы здесь его с вами видим Поэтому тут обязательно смотрим на контекст Потому что always так же может быть и в present continuous Может быть и в past simple Нужно смотреть не только на слова маркера Далее третий пункт Это последовательность действий в прошлом Когда у меня действия указаны в предложении Вот буквально одно за другим идут в прошлом Вот он сделал это Потом сделал это Сделал это И сделал это в итоге У меня они между собой прям связаны Друг за дружкой идут Например И после этого она начала писать какую-то, например, свою работу Получается все действия шли одно за другим Она зашла, села за стол, начала писать Тут у меня идет четкая последовательность в прошлом У меня никакое-то из этих действий Не сильно предшествует другому Поэтому тут как последовательность действий в прошлом Используется в каждом из глаголов past simple Последний случай это прошлые привычки Либо же прошлые состояния Человека Либо кого-то еще Например Она более не ребенок Но вот когда она была в состоянии ребенка Она ранее у него была привычка Она очень много смеялась Она была хохотушкой Но вот стала она тинейджером И более она не смеется Получается здесь у меня прошлые привычки То же самое, как и used to Я могла бы здесь заменить данную конструкцию used to Например, глагол to laugh Она ранее очень много смеялась Давайте к следующему времени Это время past continuous Это наше прошедшее продолженное время Как оно у нас формируется? Здесь у нас та же самая конструкция будет по формуле Только вместо глаголов Мы с вами будем ставить либо глагол was Либо же глагол were Все, по остальной функции По остальной нашей формуле Все будет то же самое И вот давайте посмотрим на случай употребления Первое это продолжительность действия Но в прошлом Например У меня здесь в этом предложении Сделан акцент на том, что я длительное время Вечером вчера смотрела телевизор Если вы мне скажете Почему здесь стоит не past simple То я вам отвечу Что здесь смысл именно в том Какой оттенок добавляет автор предложения Он здесь решил сакцентировать внимание На длительности своего действия А не просто на факте того Что он вчера смотрел какое-то кино Поэтому тут у нас длительное действие На протяжении вечера Вчера кто-то смотрел телевизор Второе предложение Временная ситуация, но в прошлом Как мы с вами видели в present continuous У нас бывает временная ситуация только в настоящем Еще в незавершенном периоде времени Тут то же самое, только в завершенном периоде времени Kate was studying history in summer Вот было лето Она на протяжении всего лета Сидела и учила историю Это была ее временная ситуация С сентября она закончила это делать Третий случай Это раздражение и гнев Как мы с вами привыкли уже в present continuous Только в прошлом Например He was always telling stupid jokes Вот он постоянно рассказывал эти тупые В данном случае stories Тупые истории Но сейчас он этого не делает И он меня больше не раздражает Четвертый случай Это прервенные в процессе действия Здесь мы с вами всегда будем видеть Два каких-то действия Вот у меня было действие номер один Оно у меня началось где-то тут И продолжалось Вот оно шло у меня в прошлом Но потом у меня произойдет какое-то другое действие Которое буквально его прервет И оно у меня будет одномоментным Вот так просто возьмет и отрежет Вот тут у меня в данных предложениях Будет всегда два времени Мое длительное будет в past continuous А прерывающее действие будет у меня в past simple Вот это быстрое, очень резкое действие Например Я разговаривал с Джеймсом В тот момент, когда телефон зазвенел В тот момент, когда я разговаривал с Джеймсом Телефон зазвенел Да, он, возможно, меня на секундочку отвлек Но это произошло у меня в момент Когда я, получается, был в процессе разговора с Джеймсом Пятый пункт, завершающий Это у нас параллельные длительные действия в прошлом Когда у меня одновременно идут два каких-то действия Например Одновременно происходило два действия Она готовила ужин, а я же слушала музыку Получается, здесь у нас показано, что Два действия шли параллельно друг к другу Они оба были длительными и происходили в прошлом Следующее время из группы past Это время past perfect Сразу, кстати, спойлер Past perfect continuous не нужен нам для задания 19-24 Он нам необходим для понимания контекста Возможно, где-то у нас это в тексте будет встречаться Но самостоятельно использовать past perfect continuous в рамках ЕГЭ по английскому языку Не обязательно Поэтому мы его с вами в рамках сегодняшнего ролика рассматривать не будем И вот наше время past perfect Это наше прошедшее совершенное время Во-первых, давайте разберемся, как оно у нас образуется В утвердительном предложении мы ставим с вами подлежащее После которого у нас идет глагол had К которому мы добавляем глагол в смысловой в третьей форме Либо же с окончанием ed В отрицании у нас добавляется после глагола had Наше отрицание через not В вопросительном предложении глагол had Уходит на первое место Потом идет subject и потом смысловой глагол Давайте посмотрим на случай употребления Мы, когда говорим про прошедшее совершенное действие Говорим о том, что у меня действие произошло до другого события в прошлом Если мы с вами представим, что у нас идет вот наша линия жизни Вот где-то тут наше настоящее Вот наше настоящее Где-то там наше будущее Вот у нас стрелка идет Все, там у нас наше будущее Вот здесь уже наше прошлое Все это то, что у нас происходило раньше Все, что у нас идет от настоящего, оно в прошлом И вот смотрите У меня, возможно, в прошлом произошли два каких-то действия Вот действие номер 1, и вот действие номер 2. У меня первое действие было намного раньше, чем действие номер 2. Мое действие номер 1 будет во времени past perfect. Мое действие номер 2 будет в past simple. Но важный момент, что у меня мое действие номер 2 не всегда обозначается конкретным глаголом. У меня это не всегда какое-то прям действие в его прямом понимании. Иногда это второе действие будет у меня обозначаться, например, каким-то годом. Допустим, как у нас идет там вот во втором предложении, но мы об этом подробнее сейчас поговорим Вот, допустим, у меня идет какой-то год, и я говорю, что к этому году у меня какое-то действие уже произошло Получается, у меня здесь идет прям четко показано, что до другого события в прошлом произошло какое-то другое действие Смотрим на примеры I had finished my homework before I went playing football Получается, я сначала выполнил домашнюю работу, и только после выполнения домашней работы отправился играть в футбол Я не мог выполнить действие номер 2 до того, как выполню действие номер 1 Поэтому у меня первое действие в past perfect Второй случай это своего рода present perfect в прошлом То есть мы берем все функции present perfect и переносим их на прошедшее время И также действие, которое у меня произошло к какому-то моменту в прошлом Вот это то, о чем я вам говорила с случаем даты какой-то в прошлом Например, какой-то год, какое-то событие и так далее Например, by 1995, к 1995 году До того, как он у нас стартанул, до того, как начался 1995 год He had already become a famous artist Он уже был известным художником, он уже таковым стал Получается, где-то, например, в 1994 году, как пример Он уже был известным художником В 1995 году так подавно Следовательно, мы с вами здесь показываем, что это событие завершилось Произошло к какому-то моменту в прошлом Вот и все И последнее время, которое мы с вами рассматриваем для экзамена по английскому языку Это единственное необходимое для экзамена время Future simple из группы будущего времени Вы мне скажете, а почему мы не рассматриваем future continuous? Future continuous у нас в рамках экзамена по английскому языку Будет использоваться взаимозаменяемое с present continuous Если вы меня спросите, нужен ли нам future perfect? Я вам скажу, что нет В рамках экзамена он нам необходим для понимания Но мы с вами его также рассматривать сегодня не будем Потому что в 19.24 в наших заданиях на развернутый ответ Нам нет необходимости хвастаться тем, что мы знаем future perfect Поэтому сейчас мы рассмотрим только это время Future simple это наше будущее простое время Мы его строим с вами Это самое простое по своему образованию время Сначала у нас идет subject, после которого у нас ставится глагол will И к нему добавляется первая форма глагола Все, ничего не меняется в зависимости от подлежащего Ничего там не будет, все прекрасно Если вы хотите сделать отрицание, то вы после will ставите not Если вы хотите поставить это в предложение в форму вопросительного То у вас просто will ставится на первое место Давайте посмотрим, какие здесь есть случаи употребления Первое, это единичные действия в будущем, которые будут основаны на наших мыслях Получается здесь у меня через глаголы, например, expect I'm sure that something will happen Вот тут мы с вами видим, что у меня через глаголы expect Через I'm sure, I'm certain Я показываю, что я уверена, ожидаю, что у меня в будущем что-то произойдет Например, I expect Tom will pass his exam Я ожидаю, что Том сдаст свой экзамен в будущем Второй же случай, это когда я показываю повторяющиеся действия в будущем Я ожидаю, что у меня будет какая-то закономерность Что у меня будут действия в будущем повторяться регулярно Например, I will go to London a few times next year Вот в будущем у меня есть план такой, что я отправлюсь в Лондон несколько раз У меня будет поездка 1, 2, 3, 4, допустим И это у меня будут регулярные действия, но в будущем Третий случай, это моя последовательность действий в будущем Например, я рассказываю человеку о том, чем я завтра утром буду заниматься Допустим, как у меня пройдет моя утренняя рутина Я проснусь, почищу зубы, сделаю макияж И это у меня будет последовательность действий в будущем Например, I will meet you and show my new painting Тут не удивляйтесь, что у меня перед глаголом to show не стоит will Он не стоит, потому что у меня это идут как однородные члены предложения Поэтому тут meet and show соединены союзом and И мне второй will не нужен Я встречу тебя и покажу тебе свою новую картину Четвертый случай, это спонтанные решения Вот здесь мы с вами сразу же вспоминаем про present continuous Которую мы с вами используем, когда говорим про заранее запланированные действия Что у меня есть план четкий, что я знаю, что у меня что-то произойдет вечером Может быть через неделю У меня есть четкий план на будущее Здесь, во future simple, это совершенно другой случай Мы здесь говорим про спонтанное решение Это что-то, что я, возможно, решила прямо в момент разговора Например, вот сижу я в комнате, и я чувствую Что-то мне так холодно, что-то я себя так плохо чувствую Вижу окно открыто Пойду, закрою окно Вот это мое спонтанное решение, которое было принято в момент моего разговора Тут как раз-таки такой пример есть I will close the window Пойду-ка я закрою окно Почему? It's starting to rain Потому что сейчас собирается начаться дождь Все, вот начинается дождь Пойду, закрою окно Я это решение никак не продумывала У меня не было заранее планов Я никакие там себе... Я себе это не знаю в календарик не добавляла Это решение было принято спонтанно И последний случай Это когда у меня произносятся обещания, просьбы, либо же угрозы Например I promise I'll buy you this toy Обещаю в будущем я куплю тебе эту игрушку Вот, друзья, и все Мы сейчас с вами разобрали абсолютно все времена, которые нужны нам для экзамена по английскому языку Нашу базу Понятное дело, что нам необходимо еще знать Future in the past Нам необходимо понимать времена Past perfect continuous Future perfect Future perfect continuous Future continuous Их необходимо знать Но если мы говорим с вами про базу, которой нам хватит для экзамена И с которой вам будет комфортно работать То это действительно все времена, которые необходимы для нашего ЕГЭ Тут я вам еще раз напомню о своем потрясающем телеграм-канале В который вы можете вступить и следить за обновлениями в нем Обязательно сканируйте этот QR-код, либо же переходите по ссылке в описании к ролику И забирайте полезные материалы в закрепленном сообщении моего канала Ну и на этом все Я благодарю вас за просмотр данного видеоролика Надеюсь, что вам он был полезен Если так, то не забывайте поставить лайк, подписаться на канал И буду рада, если вы оставите комментарий Потому что над роликом старалась И буду рада получить от вас приятный фидбэк На этом все Благодарю вас за просмотр данного видеоролика На связи, как всегда, была ваша Ринкель До встречи в следующих видео Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»